Продолжение следует... Сотрудник ИОТЭНИЯ ЯУМИФИ, а как участник такой межвузовской рабочей группы по научно-методическому обоснованию судебной и психологической экспертизы, в которой я состою. И мы занимаемся вот этими вопросами. И сегодня мы этого будем касаться. Ну, во-первых, что такое вот это страшное слово профайлинг? Это, по сути, калька с английского. Можно, наверное, придумать и русскоязычный перевод, но как-то вот прижилось в нашей стране. Это совокупность методов, процедур, методик психологических, которые позволяют прогнозировать поведение человека в определенном будущем, да, в какой-то перспективе. И проводить ретроспективный анализ. Делать вывод о том, мог ли человек совершить то или иное преступление или повести себя определенным образом в прошлом. И вот я нарисовал вот такую схемку простую, которая отражает ситуацию на сегодняшний день. Есть практика, в рамках которой накоплен большой, огромный материал. Ну, приведу вам простой пример. Сотрудник ГИБДД, когда он стоит с палочкой на трассе и останавливает некоторые машины, он занимается профайлингом. Он среди всех машин, которые проезжают, выбирают именно те, которые, по его мнению, имеют шансы на какие-то проблемные моменты, да, что у кого-то, может быть, там документы не в порядке, кто-то, может быть, не слишком трезв за рулем и так далее. И он руководствуется какими-то своими внутренними шаблонами. Он не просто так останавливает машины, он работает по какой-то схеме. Она может быть осознанной, она может быть бессознательной. А как она передается? Ну, вот, я опытный инспектор, ко мне прикрепили стажера. Я ему говорю, смотри, как я делаю. И он усваивает эту структуру. Это наработки практиков. Как правило, их не заботит совершенно точность, их не заботит валидность. То есть, работает этот метод или не работает, они делают так, как делали всегда. И есть научная сторона профайлинга. Это ученые, собственно говоря, группу, которую я здесь и представляю. Это ученые, которых как раз волнуют проблемы надежности, точности, валидности этого метода. Как он работает и почему он работает. И вот сегодня я в большей степени, наверное, буду касаться именно научной стороны вопроса. Сейчас я возьму указочку. У нас есть человек в данный конкретный момент времени, да, вот он, черненьким, я его обозначил. Да простят меня мои академические коллеги, я немножко здесь упрощу всю его внутреннюю организацию, тонкую, душевную, да, и упрощу до четырех таких вот больших блоков. Как можно этого человека описать? Ну, во-первых, он обладает какими-то постоянными личностными характеристиками, да, персоналити, личность его, характер, темперамент. То, что более-менее постоянно во времени. Ну, например, мы знаем, что один человек добрый, другой человек трусливый, третий человек там аккуратный, пунктуальный. Каждый человек в каждый конкретный момент времени обладает определенным состоянием. Это наши мысли, чувства, переживания, все то, что в каждый момент времени у нас проносится в голове. Наконец, каждый человек как-то себя ведет, бихевия, поведение. Сидим, стоим, моргаем, разговариваем, слушаем. Сюда же я, с вашего позволения, отнесу и все физиологические реакции. У нас сокращается сердце, у нас расширяется зрачок, мы дышим с той или иной интенсивностью. И, наконец, каждый из нас обладает какими-то определенными объективными характеристиками, индикаторами. Пол, вес, возраст, национальность, уровень образования. То, что можно померить объективными методами. Что нам интересно? Что нам всегда интересно? Нам интересна вот эта темная сторона. Всегда. Нам интересно, о чем у человека внутри, о чем он сейчас думает и какую. Но проблема, основная методологическая проблема психологии в том, что вот к этим вот частям у нас нет никакого прямого доступа. Вот за все время существования психологии как науки мы не смогли придумать ни одного объективного метода узнать, что же у человека с психикой происходит внутри. Ни одного объективного метода. Только косвенные методы. Зато вот эта верхняя часть нам доступна. Мы можем фиксировать поведение человека, мы можем узнать, сколько ему лет, мы можем узнать, какого он пола, какое образование получил, где родился и так далее. По сути, задача профайлинга сводится к тому, чтобы, зная вот эти две характеристики, перейти к вот этим двум. Сделать научно обоснованное предположение о том, что человек в данный момент переживает и какой он как личность. Ну и одновременно с этим у нас есть две других проблемы. Человек в будущем, человек в прошлом. Нам интересно, вот этот конкретный наш человечек, которого мы рассматриваем в данный момент, он через полчаса способен, например, совершить преступление или нет? Какова вероятность этого? Или, если мы возьмем процедуру, допустим, судебного дознания, вот этот человек, которого мы сейчас рассматриваем, которого мы сейчас опрашиваем, как свидетеля или как подозреваемого, мог ли он в прошлом совершить какое-то преступление? Собственно говоря, к этому струится задача профайлинга и с методологической, и с научной точки зрения. Дальше пойдем. Нынешний век открыл нам богатейшие возможности по наблюдению за человеком. Если в 20 веке очень сложно было наблюдать за человек, за его поведением, а как наблюдать-то, да? Рядом с ним встать и начать смотреть, так он поведение свое изменяет моментально. Попробуйте зайти в детский сад, в группу, где дети играют, и просто сесть на стульчик. Поведение детей моментально изменится, потому что пришел человек и наблюдает. А скрытое наблюдение у нас с законодательством проблемы возникает, да? Нельзя. Сейчас с появлением информационных интернет-технологий у нас появились богатейшие возможности. Что мы можем смотреть? Мы можем смотреть, как человек расплачивается банковскими карточками. Где, когда, на что он тратит свои деньги, сколько, и так далее. Что он покупает, соответственно, да? Мы все дружно включаем GPS в своих телефонах, и компании могут отслеживать наше перемещение. Куда мы пошли, в какое время, каковы наши маршруты. Мы можем отслеживать фотографии, которые он делает. Сколько он их... Потому что я сфотографировался и выложил в Инстаграм. Это поведение, это мое поведение. Это меня должно как-то характеризовать. Потому что другой человек, который был рядом со мной, он эту фотографию не выложил, а я выложил. Мы чем-то отличаемся. Мы одеваемся по-разному. И тоже это попадает, тоже это можно фиксировать методами видеосъемки. Если мы возьмем крупный город, мегаполис, например, Москву, то вы можете пол Москвы пройти и все время находиться под прицелом видеокамер. И при желании эту информацию можно вытащить. Если кто-то поставит такую задачу. Наконец, это социальные сети. Мы оставляем там огромное количество следов. Мы размещаем какие-то тексты, мы знакомимся с людьми, дружим с ними, говорим, что мы с кем-то в отношениях находимся, лайкаем там всякие фотографии, отписываемся от чего-то, вступаем в группы и так далее, и так далее. И у психологов появилось огромное поле для деятельности. Это все можно изучать. Дальше. Где применяется профайлинг, в каких областях? Ну, в первую очередь у нас это ассоциируется, конечно, с криминальным профайлингом и службами безопасности. В свете последних событий это становится особо актуальным. Вот сейчас все задаются вопросом. В Петербурге огромное количество стоялом металлоискателей. На них потрачены огромные деньги. А почему они не срабатывают? А не срабатывают они потому, что не способны они справиться с таким потоком. То есть, либо мы тормозим всех на входе, и тогда метро прекратит свое существование как способ быстро куда-то добраться. На стадионах, если кто на спортивных бывал, на футбольных матчах, например, знает, что это такое. Когда начинают досматривать всех. Это огромные очереди, с которыми невозможно справиться. А значит, мы должны ориентироваться не на просто пищание какого-то металлического предмета, а еще и на человека, у которого этот предмет находится. А вот здесь начинается проблема. Кого нужно остановить, кого нужно досмотреть. Дальше. Это прогноз лечения и реабилитации, медико-психологический профайлинг, то, что используется в медицине. Врач прописывает больному определенную схему лечения, определенные препараты. Вопрос, будет ли он их принимать. И насколько правильно и насколько четко он будет выполнять инструкции, которые ему дал врач. Это, на самом деле, большая проблема. Потому что, когда начинаешь в этом копаться, человек приходит и говорит, я вот эту таблетку пил, вот эту пил, а вот эту не стал пить, потому что я в интернете прочитал, там столько побочных действий, и я ее себе сам отменил. Вопрос тогда об эффективности лечения. Кому вопросы, да, кто. Врач вроде назначил все правильно, а пациент не принимает. Дальше, это, конечно же, HR, сфера, это отбор, подбор персонала, это сейчас особенно актуально банковская и страховая область. Человек приходит, говорит, дайте мне кредит, много-много миллионов на создание собственного бизнеса. Банк рискует, и он хочет понять, этот человек мошенник, или он действительно хочет заниматься бизнесом, хочет развивать бизнес. Вопрос серьезнейший. И ничего, кроме слов человека, его бизнес-плана у нас нет. Будет он его реализовывать, не будет, непонятно. Дальше, это бизнес-профайлинг, то, что мы говорим о переговорах всевозможных, то, что мы говорим о заключении сделок, там, и так далее. А, наконец, научно-исследовательский профайлинг, собственно говоря, чем сейчас очень многие стали заниматься, изучать поведение человека, находить вот эти всякие взаимосвязи. Ну и отдельно я выделил практические психотехнологии. Я их сегодня не буду сознательно касаться вообще. Это все, что касается, как познакомиться с девушкой, как найти себе мужа и так далее. Это тоже очень востребовано популярно сейчас в обществе, но к науке имеет очень такое опосредованное отношение. Собственно говоря, начнем мы с криминального профайлинга, потому что это, наверное, самая нашумевшая область. Отцом-основателем многие называют Джона Дугласа. Это бывший спецагент ФБР. Более тысячи дел было раскрыто под его руководством за 25 лет службы. Он первый поставил такую задачу в ФБР создание психологического, поведенческого и демографического портрета лица. Другими словами, у нас есть преступник, и после дам, который оставил момент преступления, нужно понять, что это за человек, какого он примерно возраста, пола, расовой принадлежности, как он себя ведет. Если немножко в историю углубиться, совсем чуть-чуть, потому что у нас время ограничено, то первая, наверное, попытка такого профилирования или составления психологического портрета преступника была сделана еще в 19 веке, в конце. Это известный джек-потрошитель. Ну, я не буду сейчас останавливаться на подробностях этого злодеяния, этих всех преступлений, которые он совершал. Но уже тогда появилась идея, это вот Томас Бонд, врач, сделал предположение, что все убийства, совершенные тогда в Лондоне, принадлежали, скажем так, одному и тому же человеку, и что надо искать именно серийного убийца. Он сделал предположение о том, что это должен быть за человек, но на тот момент это не сработало, джека-потрошитель так и не поймали. Сейчас есть множество версий о том, кто это был на самом деле, но ничего так доказать и не получилось. Дальше. Дальше нашумевшая история, так называемый МЭФ-бомбер, по-разному его называют в русскоязычной транскрипции, да, там, безумный бомбер, там, и так далее. Что, краткая история. В 40-х годах начали появляться бомбы, заложенные, самодельные бомбы, заложенные в разных районах Нью-Йорка. На них сначала не обращали внимания, потом человек начал писать вследствие массовой информации вот такие вот письма, составленные из вырезанных букв, заголовков газет, с угрозами, угрозами в адрес электрической компании Эдисона. И обещал, что они обязательно расплатятся за все свои грехи. Потом началась Вторая мировая война, и в одном из своих посланий, вот, кстати, по-моему, даже, да, вот он, вот это послание, там он говорит о том, что он пока прекращает, пока не наступит мир, а потом он вернется опять к своей деятельности. В 50-х годах он к этому вернулся. И вот тогда была поставлена задача, Джеймс Брасл, один из психологов, взялся за решение этой задачи. Это был один из первых случаев, когда пригласили психолога, полицейские. И он начал думать о том, что же это должен быть за человек. Как он рассуждал? Во-первых, он понял, что этот человек должен страдать паранойей, манией, преследованием. Поскольку на протяжении многих лет быть обиженным на какую-то компанию, здоровый человек, физически здоровый, не может. Он предположил, что у него паранояльный склад характера. Из этого он сделал вывод, что этому человеку должно быть около 50 лет. Почему? Потому что паранойя, как заболевание, дебютирует очень часто в возрасте 35 лет примерно. А раз это началось в 40-х годах, то сейчас, по мнению Браслова, ему должно быть около 50, ну, близко к этому. Дальше он делает выводы о чем? О том, что этот человек не выходец из Америки. То есть он приезжий, он эмигрант. Почему? Потому что в своих текстах он почти не использовал сленг. Он использовал классический английский язык, причем он такой вот староанглийский. Как мы учимся по учебникам в школе, мы говорим не так, как американцы, мы говорим на классическом английском языке, пытаемся говорить, по крайней мере. Так же и этот преступник себя вел. Дальше он делает предположение о том, что, скорее всего, это выходец из славянской, причем католической страны. Почему? Потому что очень многие преступления были локализованы в одном из районов Нью-Йорка, где очень много выходцев, в частности, из Польши. Дальше он делает предположение, что раз этот человек параноик, тогда он должен быть аккуратный, очень дисциплинированный, очень пунктуальный, заботиться о внешнем мире, о внешнем виде, о своей одежде и так далее. И, наконец, последнее его прозрение было, он пытался представить себе этого человека, подумал, а в чем он может быть, что он может одевать утром на себя. И ему пришел в голову образ человека в классическом двубортном пиджаке, в костюме. Потому что в то время в моду вошли однобортные костюмы, но параноик так не мог поступить. Он должен был носить классику. И он сделал предположение, говорит, если вы найдете этого преступника, он будет одет в двубортный пиджак, застегнутый на все пуговицы. Опять-таки, потому что все должно быть правильно. Затем в ходе расследования стали искать, естественно, сотрудников этой компании, которые когда-то могли быть обижены руководством. Нашли такого человека. К нему пришли. Когда к нему пришли полицейские, он открыл им дверь в пиджаме и сказал, «О, я знаю, кого вы ищете, позвольте мне собраться». Он был готов к этому. Они подождали его в ходу. Он вышел к ним в классическом костюме, в бортном пиджаке, застегнутом на все пуговицы. И с удовольствием пошел дальше в полицейский участок. Это действительно был больной человек. Несмотря на это, его осудили. Ну, в силу того, что преступления были такие очень масштабные. Потом его через 20 лет, по-моему, выпустили. Он доживал свои дни в Соединенных Штатах совершенно спокойно. Вот пример профайлинга, да. Как это выглядело на тот момент. Что является основой для криминального профайлинга? Две вещи. Первая – это так называемый автограф или подпись преступника. Это те элементы преступления, которые являются уникальными для данного преступника и позволяют ему получить определенное удовольствие от содеянного. То есть, если он вот этого что-то не сделает, то все бессмысленно. Это может быть все, что угодно. Это может быть какие-то действия с жертвой. Это может быть какой-то символический акт. Все, что угодно может быть. Но это всегда присутствует. И, наконец, то, что юристы называют моду саперанди – способ действия. Как он это преступление совершает? И если вот эта часть может меняться на протяжении многих лет, преступник эволюционирует. Сначала он, не знаю, убивал ножом, потом с помощью огнестрельного оружия, потом еще как-то, то первая часть остается, как правило, неизменной. Ему нужно одного и того же. Речь идет именно о серийных преступлениях. Очень часто сейчас в ФБР используется вот такая упрощенная классификация преступников, условно делят на таких организованных и дезорганизованных, которые разделяют население, в данном случае Соединенных Штатов, сразу на две группы. Где искать? В какой из групп? Первый – это организованные преступники. Как правило, все продумано, тело скрыто, оружие принес с собой, забрал. Долго издевается над жертвой, долго, скажем так, готовит преступление, жертву убивает очень осознанно. Это люди с высоким уровнем образования, как правило, социально очень благополучные, обычно живущие вместе со своими родственниками, ну, на которых даже и не подумаешь. И другая группа – дезорганизованные преступники. Все спонтанно, как правило, низкий IQ, низкий уровень образования, очень часто проблемы с наркотиками, проблемы с алкоголем и так далее. Ну, это в целом, очень кратко, да, если кому интересно, этим про это можно почитать, это очень любопытно. Второй момент, вторая задача, которая может возникать, когда человек находится перед нами, говорит нам что-то, дает какие-то показания, а мы пытаемся понять, а правда он говорит или нет. Может, он нас обманывает, исходя из своих собственных личных интересов. И тогда в дело вступают психофизиологические методы. Это использование электроэнцефалограммы, это так называемый полиграф, детектор лжи, про который тоже очень много говорят, очень много пишут. Это изменение температуры, тема, фоноскопия, анализ микродвижения, иногда методы гипноза. Сейчас коротко очень про это расскажу, но для начала маленькая такая научная вставка. Существует такая проблема, она называется психофизиологическая проблема в психологии. Сформулировал ее еще французский ученый Рене Дикарс, которого вы, наверное, хорошо очень знаете. В чем она состоит? В том, чтобы объяснить, как соотносятся между собой физиологические процессы в мозге происходящие и психологический мир, наши ощущения, наши переживания, наши чувства. Другими словами, как вот эти все нейрончики, которые в нашем мозге находятся, которые связаны, между которыми там электрические сигналы там происходят, какие-то нейромедиаторы выделяются, вся эта сложная биохимия мозга, как все это соотносится с моими мыслями, переживаниями, с тем, что у меня в голове в данный момент находится. И более конкретно эту проблему ставит Чалмерс. Это наш, собственно говоря, современник, австралийский философ, которого я очень нежно люблю. За его публикации, за его выступления, кому интересно, вы можете посмотреть. У него достаточно много роликов на том же самом Ютьюбе. Он называет это трудной проблемой сознания. сознания, она стоит в том, чтобы понять, а как же вот эта вся физиологическая штука порождает субъективные образы. И почему она их порождает? В том, что до сих пор не могут сделать ни нейрофизиологи, ни психофизиологи. Они не способны пока ответить на этот вопрос. Он находится пока за рамками нашего понимания, научного понимания. Как вся вот эта очень сложная структура мозга порождает субъективность, порождает вот тот внутренний мир, который есть у нас у каждого в голове. АПЛОДИСМЕНТЫ